Доброе утро. Слава Богу за те, кто уже проснулся и кто с нами может вместе разделить хлеб, который приводит к жизни, хлеб, который дает веселье нашему сердцу. Несмотря на то, что мы говорим сейчас не о простых событиях и временах, но именно когда мы вовремя получаем подкрепление, то это и дает нам возможность пройти непростые времена, но с определенного рода уверенностью, взгляда в будущее, с надеждой. И поэтому, прикасаясь к этим состояниям личности и души, конечно, хочется просто взять, может быть, те псалмы, где воспевается Бог, где воспевается Его имя, где прославляется все то, что связано с Его окружением. И это тоже есть в псалмах, и мы, конечно же, это тоже возьмем. Но почему так много того, что сейчас на данный момент нам не кажется вдохновляющим? Дело в том, что в процентном отношении, если вы посмотрите, сколько разных состояний и событий происходит в жизни каждого человека, то это события, которые практически не всегда радостные. И, наверное, в процентном отношении больше тех, которые нас не вдохновляют, которые нам крылья не разворачивают, скорее наоборот, пытаются связать эти крылья, пытаются каким-то образом удержать, потому как трудные времена рождают сильных людей. Соответственно, Господь знает, что разные трудности в нашей жизни, у них есть свой смысл, у них есть свои состояния. Конечно, далеко не всегда эти трудности, они Богом в нашу жизнь несены, но очень часто то, что мы с вами имеем как состояние жизни, то это наш предыдущий выбор. И выбор мы не можем сделать более зрелой, чем сами стали. То есть, если внутри нас нет зрелости, то как мы можем ориентироваться на зрелый выбор? И даже тогда, когда зрелые люди, опытные люди подсказывают и говорят, вот так надо поступить, а у человека нет осознания, что это на самом деле будет так. И поэтому ему-то кажется, что с ним все будет иначе. Почему он так легко может с этим распорядиться, с правильным советом, с мудрым советом, с весомым и значимым советом? Потому как у него есть на всю своя точка зрения. Это уровень его зрелости. И поэтому, друзья, когда нам хочется, чтобы наши дети, наши внуки, они сейчас были зрелые не по годам, а зрелые с учетом нашего опыта, то, конечно, здесь, если есть почтение и уважение, то мы можем от чего-то их предостеречь и помочь им увидеть хотя бы отчасти то, что их защитит. Если же нет, то тогда каждый пойдет все равно свою дорогу. И в этом смысле мы не можем подложить соломку, в этом смысле мы не можем за детей или внуков пройти их дорогу. И поэтому мы, рассматривая жизнь Давида, мы видим, или, по крайней мере, его песни в ночи, его молитвы, которые нам говорят о состоянии личности, в которой оказывается каждый человек. «И сохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих». Видите, вопрос о чей? Вопрос глаз. Потому что он столько плакал, что глаза помутнели. Или состояние горечи, потому что ведь глаза – зеркало души. И, соответственно, если еще более научный, там, может быть, вариант выражения – это видимая сторона мозга. То есть тогда, когда наш внутренний мир в глазах очень виден, и то, что Давид сам, глядя, может быть, на себя, говорит, обветшало око мое от этого стенания. То есть я столько нахожусь вот в этом отчаянии, что и мои глаза это начали выражать. Может быть, это и у тебя также. Но в любом случае имей в виду, что Господь знает, где ты и знает, что ты проходишь. Он не оставил тебя там в одиночестве, потому как у него есть не просто подкрепление, а у него есть смысл и цель у всего, что мы проходим. Он знает, как это превратить для нас в основание и в трамплин. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты не даешь нам автоматически зрелость, а Ты нас туда вводишь. Ты переводишь от силы в силы, от веры в веры, от познания в познание, потому что такой путь человеческой судьбы. И Ты даешь нам проходить этап за этапом и, не оборачиваясь назад, простираться вперед. Я благодарю Тебя, что мы сейчас ставим сюда наших близких, родных, наших детей и внуков, потому что хотим их видеть и счастливыми, и зрелыми, когда они могут приходить к зрелости за короткий срок. Я благодарю Тебя, что Ты знаешь, как это осуществить и по нашим молитвам. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok